Всем доброго дня и хорошего настроения! Сегодня я хочу приготовить салат под названием Николь. Что нам для этого понадобится? Нам понадобится сыр, ветчина, можно заменить колбаской, яблоко, морковь, один зубчик чеснока и немножко сухариков. Так что приступим! Начнем с яблока и морковки. Натрем это все на терке. Нам будет нужна крупная насадка на терке. Мне понадобилась примерно одна крупная и одна средняя морковка. Ну, полторы морковки. Не очень-очень крупная и не очень-очень мелкая. Выкладываем салатницу. Теперь нам нужно натереть одно яблоко. Его не обязательно чистить. Но если кому-то это не нравится, то можете почистить. Натерли яблоко, перекладываем его в салатницу. Следующим этапом нам нужно порезать ветчину. Режем ее соломкой. Можно ветчину заменить докторской колбасой. Можно не обязательно докторской, можно просто любой, вареной. У меня ушло, как вы видели, где-то примерно два кружка, два кусочка ветчины. Перекладываем в салатницу. Я, пожалуй, еще добавлю один кусочек. Я думаю, что достаточно. Затем у нас идет сыр. Это вторая горсточка. Это для тех, кто не умеет делать на глаз. И нужно обязательно знать, сколько ингредиентов необходимо для салата. Ну, и я добавлю еще третью горсточку. Отодвигаем пока. И нам нужно покрошить небольшой зубчик чеснока. Кто-то может выдавить через пресс. Я предпочитаю мелко порубить. Чеснок я мелко порубила и отправляю его в салатницу. Затем добавляем майонез. Это тоже на ваше усмотрение, кто как любит. Но запомните, что морковь и яблоко дадут сок. Хотя сыр вязкий. Поэтому нужно все в индивидуальном порядке смотреть, сколько необходимо майонеза. Можно заменить йогуртом. Не обязательно майонез. Несладким. У кого-то майонез пожиже, у кого-то майонез погуще. Но я советую не класть сразу много майонеза. Потому что пусть лучше добавить на столе уже, когда будет салат стоять. Добавить немножко необходимо. Если это будет необходимо, скажем так. Потому что чуть-чуть салат постоит и уже будет сок от морковки и яблок. Слегка салатик посолим. Все тщательно перемешайте, чтобы майонез, говорю. Чтобы чеснок распределился везде равномерно. Чтобы не попалось кому-то много, кому-то мало. Ну, в общем-то, наш салат готов. Вот такой замечательный пикантный салат у нас получился. Вернее, у меня получился. Не стыдно подавать гостям, как закуску. И просто как домашний салат, очень хорошо пойдет на простое домашнее блюдо. Ну, а я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Всем пока-пока.